В регионе с начала года фиксируется рост старых способов финансового мошенничества. Аферисты выманивают у граждан большие суммы денег, якобы для спасения своих родственников, попавших в сложную ситуацию с законом. Уже зафиксировано 9 подобных преступлений. Злоумышленникам удалось обогатиться на 25 миллионов тенге. Злоумышленники применяют достаточно старую схему обмана. Последний раз она активно использовалась 5 лет назад. Чаще всего на нее попадаются пожилые люди. Доверчивые пенсионеры, ничего не подозревая, отдают последние средства, лишь бы с их родственниками ничего не случилось. С начала года зарегистрировано более 9 фактов. Злоумышленникам переведено около 25 миллионов тенге. Последним случаем является, когда 90-летняя потерпевшая отдала злоумышленникам 13 миллионов. Люди переключились на другое мошенничество. То есть информационный поток идет в другом направлении. И про данный вид мошенничества, можно сказать, люди подзабыли. В настоящее время они вернулись, потому что новые схемы перестали работать, они вернулись к старой схеме. 90-летний пострадавший позвонил на домашний телефон неизвестной и рассказал, что якобы ее дочь сбила человека и при этом сама попала в больницу. Деньги нужны, чтобы избежать ареста. Бабушка собрала все свои накопления и отдала злоумышленнику. По словам горожан, к таким схемам они готовы и не доверяют незнакомым людям. В первую очередь, конечно, звоним знакомым, друзьям и тому человеку, с кем произошла беда, не дай бог. Ну и, соответственно, звоним 102, чтобы узнать, на самом деле, был ли этот случай. И 0,3 получается. А после этого уже просто так никто же не будет звонить. Почему? Потому что люди не хотят работать. Легких денег хотят. Только поэтому. Дело в том, что я интернет часто смотрю. А раз я интернет часто смотрю, я знаю, что такие есть мошенники, и я на такие уловки просто-напросто не пойду. Я бы не попалась на такое, я честно говорю. Ну просто это же говорят везде вокруг и рядом. Ну как можно передать деньги чужому человеку, не узнав? Надо было сначала позвонить, узнать, куда попала, как попала, какая больница. Звонят на телефон, вы выиграли квартиру в Астане трёхкомнатную, там кое-какие данные. Записал, пошёл их целая куча. А если их поймают, им дадут всего или штраф, или полгода. А вот когда будет им по 15 лет давать, тогда не будет. В настоящее время Стражи Порядка проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности и местонахождению неизвестных, обманувших пенсионерку. Как подчеркнули полицейские, чтобы не попасться на подобное финансовое мошенничество, в первую очередь нужно позвонить родственнику. Ярмекса пара, файбек газис, яртасак парад.